Итак, запись пошла. Еще раз всем добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемые партнеры. У нас сегодня новости компании, вебинары. И у нас сегодня есть три новости. Они объемные, важные. И я максимально стараюсь подробно их объяснить. Но еще раз, если у вас будут какие-то вопросы, пожалуйста, вы в течение нашего вебинара эти вопросы напишите. Мы их потом разберем, когда вебинара закончится. Будут вопросы-ответы. И я на все вопросы отвечу, чтобы ваши вопросы не терялись в переписке. Значит, поехали. У нас сегодня три новости. Новость номер один. Значит, для того, чтобы нам с вами подобраться к новости номер один, я хотел бы поговорить немножко про структуру нашей партнерской программы. А именно конкретно это план вознаграждения. То есть посмотреть, каким образом устроен маркетинг-план и посмотреть, какие конкретно вознаграждения и за какие действия компания оплачивает эти вознаграждения. Значит, в нашей партнерской программе у нас есть основной маркетинг-план. Ну, скажем так, мы называем это ядро партнерской программы. То есть это вознаграждения, которые вшиты на программном уровне, и они являются, скажем так, основой маркетинга плана, ядром. И их можно все перечислить. Первое – это все вознаграждения за продажу продукта. Их несколько, я не стал сейчас перечислять. То есть все, что касаемо продажи продукта. Второе – это за личную рекомендацию, когда у нас регистрируется новый партнер. Дальше – это финансовые циклы. Все знаете, что такое. Дальше – это лидерский бонус, когда мы получаем 10% доходов наших партнеров до третьего поколения. То есть первая линия, вторая линия, третья линия. У нас есть возможность получать по 10% своих доходов до третьего поколения. И еще один вид вознаграждения – это абонентская плата. То есть ваша партнерская команда платит абонентскую плату. Каждый партнер – вы получаете вознаграждение с абонентской платой. Это основной маркетинг-план. Это ядро партнерской программы. Значит, и вот это ядро, вот эта вот математика, эта партнерская программа, она написана таким образом, что в пике на эту партнерскую программу мы тратим порядка 70%. То есть это в пике. То есть тогда, когда, значит, все абсолютные вознаграждения работают там на 100%. И, значит, 70% воплачивается в партнерскую программу, а 30% идет в компанию. И, получается, то есть когда у нас проходит оборот, например, там, не знаю, 100 долларов, из них 70% компания отдает в партнерскую программу, и 30% компания оставляет себе, из которых компания, значит, занимается разработкой, развитием продукта, это оплата всей инфраструктуры, это там зарплата разработчикам и так далее, это дивидендная часть. То есть компания тоже уплачивает дивиденды, и, значит, остается прибыль компании. Вот, то есть это все из 30%. И, значит, у компании остается прибыль, и время от времени компания решает инвестировать эту прибыль в бонусы для того, чтобы, значит, для того, чтобы, ну, стимулировать какие-то определенные действия партнеров в определенный период времени. То есть еще раз, 30% есть прибыль, и эта прибыль может инвестироваться в дополнительные бонусы, то есть такая надстройка к ядру, то есть над маркетинг-план. И у нас есть дополнительные бонусы. Значит, у нас есть дополнительные бонусы, которые не вшиты в ядру партнерской программы. Это офисная программа, это бонус быстрого старта, это автобонус, это лидерский пул, который работает вот сейчас, этот спринт, и это лидерская поездка, которая тоже сейчас работает в этот спринт. То есть еще раз, компания берет прибыль, инвестирует вот в эти дополнительные бонусы, для чего? Для того, чтобы в какой-то определенный период времени стимулировать какие-то определенные действия партнерского сообщества. То есть история понятна. И если бы компания не выплачивала дополнительные бонусы, они бы превратились в прибыль компании. Понятно. Значит, идем дальше. Когда к нам поступает какое-то предложение или запрос на какой-то новый бонус от партнерского сообщества, нам время от времени приходят различные запросы. Давайте сделаем такой бонус, давайте сделаем такой бонус. Мы всегда этот бонус рассматриваем, и мы делаем оценку этого бонуса, то есть насколько он эффективен. Это первая оценка. И второе, мы проводим ревизию бонусов. То есть мы смотрим, то есть если этот бонус действительно классный, и если мы не можем его добавить просто, то мы делаем ревизию, и мы понимаем, что в какой-то момент мы можем этот бонус заменить каким-то другим бонусом, который устарел, то есть замена бонуса. Вот. И, значит, у нас совсем недавно пришло предложение. Значит, у нас есть светлая голова высшего лидерского совета. Вот. Конкретно это светлая голова Александра Лукьянова, по-моему, это его идея. У нас пришло предложение бонус абонентской платы. Сейчас я буду объяснять, в чем его смысл. Мы его называем бонус абонентской платы. Значит, у нас есть 200 долларов пакет StartSeller. Значит, любой новичок может зарегистрироваться на пакет 200 долларов. И эти 200 долларов, вот эти 200 долларов, они сидят в каждом пакете. То есть у нас есть 200 долларов просто StartSeller, потом есть на пакете Business, там 1100 и 200, вот эти 200. Потом есть на пакете Premium, 3600 и 200. И есть на пакете VIP, где у нас 6200. То есть вот этот пакет StartSeller. Вот это вот 200 долларов, это, ну, скажем так, грубо, это какой-то регистрационный, регистрационная оплата, то есть оплата за регистрацию. Значит, и вот эти 200 долларов, они уходят в компанию. То есть компания, то есть, забирает эти деньги, и, значит, партнер проходит регистрацию. И пришло предложение. Вообще мы думали, началось все с того, что мы начали думать о том, как же нам сделать так, чтобы у нас большое количество партнеров были на годовой абонентской плате. То есть, ну, вот изначально задача была такая. И вот под эту задачу, еще раз, светлая голова Александра Украинова придумала идею. Значит, и эта идея прошла, значит, там, согласование, и, значит, это предложение пришло в компанию. Идея вот в чем. Взять вот эти 200 долларов, которые раньше уходили в компанию, и эти 200 долларов распределить в партнерскую программу в виде абонентской платы. То есть 200 долларов, еще раз, раньше уходили в компанию, сейчас эти 200 долларов превратить, как будто бы, в оплату абонентской платы, значит, новым партнерам. Если мы смотрим 200 долларов, и мы их поделим на 40 долларов абонентской платы, то это получается 5 месяцев. 5 месяцев. И можно добавить еще один месяц в подарок, и таким образом мы можем превратить эти 200 долларов в 6 месяцев абонентской платы. То есть это говорит о том, что каждый новый партнер, который регистрируется, абсолютно каждый новичок, который регистрируется, у него сразу вперед оплачены 6 месяцев, из которых 5 месяцев вы получаете выплату по абонентской плате. То есть 3 доллара у нас идет наверх по 7 поколений с учетом компрессии еще. То есть вот такое предложение. Еще раз скажу, что это довольно-таки дорогая инициатива для компании, потому что компания еще раз берет из своих денег и берет деньги, которые приходили в компанию в виде прибыли, она эти деньги должна распределить в партнерскую программу. Эта инициатива дорогая, но она на самом деле очень крутая. То есть это очень круто. И мы это предложение анализировали. Это предложение действительно классное, потому что у нее есть очень много плюсов. Исходя из этого, мы решили сделать такую историю. Значит, сейчас у нас будет пакет стартселлер. То есть если раньше, например, партнер оплачивал, и ему нужно было на следующий месяц снова платить абонентскую плату, то сейчас у нас будет пакет стартселлер. Вот эти 200 долларов, они превратятся в 240. Почему? Потому что у нас есть годовой контракт. Как мы сами знаем, годовой контракт, который мы ежегодно оплачиваем, он никуда не девается. Мы его оставляем. Но вот эти 200 долларов мы пускаем на абонентскую плату. И получается, что сейчас пакет стартселлер будет стоить 240 долларов, но у новичка уже 6 месяцев оплачена абонентская плата, из которых 5 месяцев в партнерскую сеть идут вознаграждения, потому что 200 – это оплачены 5 месяцев. Значит, и вот эта история, она появится, и она будет работать и в других пакетах. То есть у нас будет, например, там пакет… То есть она везде добавляется в пакеты не 200, а 240. И начали думать дальше, и появилась еще следующая история. Почему бы не добавить еще один пакет стартселлер, который бы давал годовую абонентскую плату. И таким образом у нас появился пакет 440. То есть из которых 400 долларов – это 10 месяцев оплаченной абонентской платы, 10 месяцев. И мы делаем еще 2 месяца в подарок. То есть 2 месяца в подарок. Получается, что сейчас у нас будут небольшие изменения в регистрации нового партнера. Когда партнеры будут регистрироваться, вначале у него будет на выбор 2 пакета – 240 и 440. То есть раньше, если можно было сразу купить пакет, там VIP, то сейчас будет первый шаг регистрации – это 240 или 440. Человек для себя выбирает, сколько он будет находиться в системе – 6 месяцев или 10 месяцев. То есть 440 – та же самая история, 400 долларов – это абонентская плата, 40 долларов – контракт. И вот это 400 долларов – абонентская плата, 10 долларов. То есть 400 долларов – это 10 месяцев оплата абонентской платы, и 2 месяца идет в подарок. То есть из этих 400, то есть вот с этого пакета StartSeller в партнерскую сеть идет 10 месяцев. Идет выплата, вы понимаете, потому что там 2 месяца в подарок, там платить нечего. Поэтому компания просто делает подарок, и человек находится в системе. Получается, сейчас регистрация будет таким образом проходить. Первый шаг регистрации – это выбор. Партнер выбирает 240 или 440. Значит, он выбирает, какой-то там пакет выбрал, и потом он уже заходит в личный кабинет, и уже в личном кабинете он выбирает себе пакет. Пакет «Бизнес», там доплатил, там, знаю, 1100, пакет «Премиум» – 3600, и пакет «Вип» – это 6. Там партнер уже сам выбирает. Ну, и мы с вами знаем, что, по сути, StartSeller может и не выбирать пакет, он может работать без пакета и пользоваться корзиной компании и, значит, реализовывать из компании. Значит, это такая вот история. И, значит, в следующем… А, еще, да, вот к этой новости есть еще такой дополнительный бонус – то, что у нас появится такая же возможность еще и для действующих партнеров. То есть я сейчас рассказывал для тех, кто только регистрируется в бизнесе, а у нас будет такая еще возможность для действующих партнеров. То есть, скажу, завтра, уже завтра вы утром проснетесь, и у действующих партнеров в личном кабинете появится еще два способа продлить абонентскую плату. То есть сейчас у вас, скажем так, не два, два есть, третий появится. То есть у вас будет возможность оплатить на месяц – это 40 долларов. Либо вы можете оплатить 200 долларов – это будет 6 месяцев, то есть 5 месяцев и один в подарок. Это такой оффер, да. И 400 долларов – это год абонентской платы, то есть вы оплачете 10 месяцев и 2 месяца в подарок. То есть с завтрашнего дня вот эта история вся начнет работать. То есть этой ночью у нас мигнет бэк-офис, вот, и, значит, уже завтра утром это все будет работать. То есть завтрашние уже регистрации будут 240 и 440 долларов. Значит, мы не стали ждать там до 1 января, потому что все изменения у нас будут проходить максимально 1 января, о которых я буду дальше говорить. Вот. Но, значит, мы решили, что прям завтра все это дело выкатим, и получается полдекабря этот бонус, он уже будет работать. Это бонус абонентской платы. То есть завтра уже заходите в кабинет и можете продлить абонентскую плату, например, на 6 месяцев. Так, идем дальше. Значит, теперь... Так, следующий слайд у нас. Теперь нам важно что сделать? Нам важно... Нам важно сделать... Ну, то есть первое... Первое. Пришло предложение. Нам нужно сделать оценку этого бонуса. Мы начали делать оценку вот этого бонуса абонентской платы. И что мы здесь видим? У этого бонуса абонентской платы есть очень много плюсов в положительной истории. Ну, я вижу уже по чату, что вам эта история нравится. То есть, во-первых, это насыщение партнерской программы дополнительными выплатами. То есть мы просто на ровном месте берем 200 долларов и выплачиваем в партнерскую программу. То есть это говорит о том, что делать те же самые действия, вы начнете денег зарабатывать больше и, скажем так, дольше. Первый момент. Второй момент – это увеличение количества активных партнеров. То есть у нас количество активных партнеров будет постоянно расти. То есть и что как бы приятно то, что вот этот партнер, который зарегистрировался новичок, у него будет больше времени, он может находиться в инфополе. То есть у нас есть такие случаи, я знаю, у вас бывали, что человек регистрируется на 200 долларов, у него есть месяц, и вот он думает, что за месяц он как бы поймет, что это за бизнес. Но вот этой степки не происходит. И, как правило, на второй месяц он уже может сомневаться, надо ему проливать или нет. А здесь у него уже 6 месяцев есть. И он эти 6 месяцев так или иначе в любом случае находится в каком-то инфополе. То есть он там в хорошем смысле слова просаливается этой идеей. И у него, возможно, там первый месяц на сделке, второй месяц, третий, но кабинет активный, ему не надо тратить деньги. И он может где-то в какой-то момент, у него может произойти сделка, и вот эта сделка будет просто решающим фактором для него, для того, чтобы начать двигаться по партнерской программе. Вот. И, значит, также это больше мотивация для действующих партнеров оставаться активными. То есть действующие партнеры, которые сейчас уже есть, действующие партнеры, у вас будет, получается, каждый новичок. Это пролонгированная выплата вознаграждения. И получается, что, скажем так, LTV каждого партнера у нас будет, то есть увеличится минимум в 6 раз. То есть LTV – это время нахождения в системе каждого партнера увеличится минимум в 6 раз. То есть это очень хорошая история, это очень хорошее решение. То есть когда еще раз это решение приехало, вот эта вот история, понятно, что эта инициатива, она дорогая, но она классная. Мы понимаем, что это здорово, это будет, от этого все выиграют. Поэтому, значит, мы приняли решение, что мы ее будем включать. Так, идем дальше. Следующий момент, как я уже говорил, мы делаем анализ самого бонуса, а потом мы делаем ревизию бонусов. То есть понятно, что вот эта история, она, если мы ее добавляем, она очень сильно делает, идет нагрузка на маркетинг. То есть еще из прибыли компании мы достаем деньги. Поэтому здесь, в данном случае, с этим бонусом нам нужно сделать ревизию и нам нужно сделать замену какого-то бонуса. Вот. То есть я вам рассказываю ход наших мыслей. То есть мы получили предложение, мы его проанализировали, мы поняли, что оно действительно классное, и мы пошли, значит, заниматься ревизией бонуса, то есть понять, что мы можем, чем мы можем, какой бонус мы можем заменить. То есть у нас обычно так бывает, что мы еще раз получаем предложение, делаем, значит, оценку бонуса, говорим «классный», идем, значит, смотреть, что мы можем заменить, понимаем, что мы ничего не можем заменить, потому что все классно работает, мы эту историю убираем. Но в данном случае, когда мы делали ревизию, мы поняли, что этот бонус, он действительно сильно, его можно вставлять, значит, в дополнительный бонус. Значит, что нам теперь, на что нам нужно поменять? Первое, то есть офисная программа. Мы понимаем, что мы не можем отменить офисную программу, потому что офисная программа – это поддерживающая программа. Она появилась не сразу, она появилась тогда, когда партнеры начали открывать офисы, И мы в какой-то момент поняли, что нам нужно партнерам помогать на плане. И мы офисную программу, мы оплачиваем по офисной программе, по условиям офисной программы, мы оплачиваем до 150% от арендной платы. То есть у вас от арендной платы 100 тысяч может быть 150. То есть оплата. То есть это не просто оплата аренды самой, но это плюс оплата расхода. И в пандемии, когда был карантин, и все было закрыто, компания продолжала платить офисную программу, потому что компания понимает, что есть обязательства у тех, кто эти офисы задержит. Не хочется ее убирать. Бонус быстрого старта. Бонус быстрого старта, он тоже очень хорошо работает. И партнерская программа не получает прямой профит от этого, потому что когда выплачиваются деньги за бонус быстрого старта, они выплачиваются одним человеком, и партнерская программа эти деньги не получает. Партнерская программа получает, по сути, косвенный профит. Косвенный профит в виде мотивации новичка сделать быстрый старт. Вот это косвенный профит, прямого профита нет. Но, тем не менее, бонус быстрого старта хороший, и сейчас есть очень много механик в вашей работе, которые на этот бонус завязаны, и я это знаю. Затем лидерский пул – это временная история, она закончится в конце спринта. Лидерская пояска – это тоже временная история, которая закончится в конце спринта. Есть автобонус. Мы начали, значит, смотреть автобонус. Значит, и когда мы начали смотреть автобонус, у него есть и плюсы, и есть минусы. Значит, первое. Что такое автобонус? Автобонус – это изначально была рекламная компания, компании. Значит, и что это значит? Это значит, что компания арендует рекламную поверхность, в данном случае это борт автомобиля, на который клеит наклейку, и это все делается с целью популяризации бренда. Когда мы начинали, и мы включили этот автобонус, тогда это было прикольно, тогда это было, ну да, здорово, нам было интересно, машины ездят, там что-то люди смотрят и так далее. Но времена меняются, и как бы этому бонусу уже больше четырех лет времена меняются, и мы с вами понимаем, что сегодня это не… То есть мы выделяем бюджет ежемесячно, но это неэффективно расходованные средства. Почему? Потому что, ну, мы с вами все говорим, что маркетинг, он должен быть измеримый. Мы должны понимать, сколько у нас клиентов приходит и так далее. Мы должны понимать, что реклама действительно работает. Но мы никак не можем проверить. Стоит автомобиль в гараже все время, там месяц, два, три, или действительно автомобиль ездит, не можем проверить. Мы не можем проверить, значит, кто на эту наклейку посмотрел, кто как среагировал там и так далее. Это первый момент. То есть первый – это крайне неэффективная рекламная кампания. Второй момент. Когда я посмотрел, кто получает этот автобонус, то я увидел, что выплаты получают меньше 1% партнеров. То есть больше 99% партнеров не получают эту выплату. Есть, может быть, косвенная, да, мотивация этот бонус делать, вот, но, тем не менее, меньше 1% получают. И третий момент. У нас есть дальнейшие планы по популяризации бренда. То есть мы в любом случае будем популяризировать в следующем году. Это я скажу в следующей новости. В 2021 году мы будем выделять бюджеты под популяризирование приложения самого, да, вот именно UDS, это клиентского приложения. Я сейчас об этом расскажу. И мы понимаем, что вот этот бюджет, который сейчас выделяется, он, ну, расходуется неэффективно. Значит, и мы приняли решение, что с января, в начале января следующего года мы сделаем выплату автобонуса за декабрь, и на этом все. Вот. И несмотря на то, что у нас еще весь декабрь будет работать, значит, автобонус, мы, тем не менее, запускаем в завтрашнем дня вот этот бонус абонентской платы. Вот. И в январе мы выплатим, мы сделаем последние выплаты по автобонусу, и на этом все. Так, идем, идем с вами дальше. Так, новость номер два. Новость номер два. Она касается... Новость номер два касается платежей по продукту. Значит, а именно, она касается платежа 900 долларов. То есть, покупка лицензии за 900 долларов. Сейчас буду вам объяснять, так это не то. Так. Так, это не то. Вот так вот. Значит, 900 долларов. Смотрите, когда у нас проходит сделка на 900 долларов, неважно, это через карту покупает клиент продукт, либо это проходит через дилера, то есть, через официально безналичным расчетом через GameRus. Кстати, GameRus мы сейчас переименовали, он называется уже UDS. Значит, и когда вот эта оплата проходит, 900 долларов, особенно когда проходит по карте, вы должны понимать, мы 900 долларов у клиента забрали, и сразу же эти же 900 долларов выплачиваем. Но в компанию в итоге потом приходит не 900, а приходит меньше, потому что есть определенные комиссии банковские, есть комиссии там за транзакцию, комиссия процесса и эквайра, и есть там какие-то незначительные, но есть налоги. Значит, и получается, что когда вот эти вот обороты проходят, а их в месяц проходит большое количество, у компании появляется необходимость обслуживать этот объем. То есть, понимаете, да, за 900 взяли, 900 отдали, но вот этот объем нужно обслуживать. И этот объем, он довольно-таки большой, потому что каждый месяц мы продаем большое количество лицензий. Значит, и у нас была задача вот этот, в общем, оптимизировать эту историю, оптимизировать вот этот вот объем. Значит, и мы решили, что первое, то есть каким образом это можно сделать, это можно сделать за счет того, что мы можем дать просто возможность партнерам самим заниматься реализацией этой лицензии. То есть у нас до этого, раньше этого не было в Бэк-офисе, значит, можно было только одну лицензию активировать на себя, и все остальные, там, один, например, в пакете VIP, их нужно было реализовать, но это через дилера, то есть через компанию, то есть через дилера GIS-карты, либо через дилера UDS-RUS по безналичному расчету, значит, через расчетный счет. Значит, и мы решили добавить возможность третью, то есть дать возможность самому просто отправить код как к своему клиенту для того, чтобы клиент взял себе лицензию, и вы там уже сами таким образом рассчитались. Поэтому с 1 января 2021 года у нас появится такая возможность. То есть у вас в кабинете появятся три возможности. То есть это еще решение, то есть на что, что повлияло еще на это решение, то, что к нам обращается в саппорт большой, ну, то есть в последнее время все больше и больше запросов на то, чтобы партнеры говорят, можно ли как-то без платежа провести, значит, транзакцию, потому что у нас там свой расчет, либо это там плюс внедрение какое-то там и так далее. В общем, появились запросы на то, чтобы не проводить через дилера этот платеж, а там партнер говорит, я сам хочу рассчитаться. Значит, и у нас появится такая возможность активировать лицензию 1 января 2021 года. Вообще три возможности. Когда вы будете нажимать «Активировать лицензию», у вас будет три возможности. Первое – это передать ключ. То есть вы нажимаете кнопку «Генерится ссылка», и вы эту ссылку просто отправляете своему клиенту. Вас там 10 раз спросят точно, ты правильно решил, все точно, то есть вы там рассчитались, у тебя точно есть уверенность, потому что обратно выхода не будет. Вы говорите «Окей, да», ссылка, вы ее отдаете клиенту, клиент ее нажимает, заполняет все данные, и на последнем шаге, когда оплата, ее просто не будет. Он нажимает, и у него все, компания встает, то есть все, у него уже есть лицензия. И вы уже сами самостоятельно рассчитываетесь, как угодно сами это решение примете. Вот. Значит, второй вариант. Клиент может сказать вам, я хочу оплатить через расчетный счет, и здесь мы эту историю не выключаем. То есть она будет работать, продолжать все без проблем. Вы отсылаете заявку через расчетный счет, и можете без проблем через UDS-RUS провести эту сделку. И вы знаете, что у этого дилера, у UDS-RUS, там есть комиссия. Всегда 900 долларов плюс 6% комиссия. И также останется возможность воспользоваться дилером самим GIS-ом. То есть когда через карту, например, у вас есть клиент, который находится на другой стороне или вообще на другом континенте, у вас нет возможности с ним каким-то образом рассчитаться, вы можете воспользоваться, значит, эквайером, то есть GIS-ом. Вы можете через карту эту лицензию реализовать. То есть можно через карту. Можно взять ссылку, отсылать ему, клиенту, и он там через карточку покупает продукт. Мы здесь решили уравнять условия дилеров. То есть у дилера UDS-RUS есть 6%. И мы решили здесь уравнять тоже условия. У дилера GIS-а тоже будет 6%. Это история, которая оплачивается клиентом. В принципе, клиенты никогда не жалуются, поэтому я думаю, что здесь никаких проблем тоже у нас возникать не будет. Это была новость номер 2. И мы с вами плавно переходим к новости номер 3. И новость номер 3, она касаема наших дальнейших планов. То есть каким образом мы хотим дальше развиваться. То есть я сейчас вам немножко, скажем так, приоткрою завесу того, что будет в Москве на итогу года 6-7 февраля. Почему там важно быть. Значит, так, сейчас, секундочку. Да. Значит, давайте начнем. UDS-это платформа. То есть UDS-это платформенная модель бизнеса. Мы с вами это знаем, да. Значит, штука платформа, например, Uber. Это платформа, на которую с одной стороны заходит такси, с другой стороны заходит клиент. И платформа, задача платформы Uber-это создать внутренние инструменты для того, чтобы они взаимодействовали между собой и как можно, ну, то есть упрощать это взаимодействие с каждым днем. UDS-это тоже платформа. То есть платформа, на которую с одной стороны заходит предприниматель, с другой стороны заходит пользователь, да, приложение. И задача платформы, вот это вот взаимодействие предпринимателя и его клиента делать все проще, все проще и эффективнее. Это задача платформы. И все вот эти вот, сколько у нас UDS уже четыре с половиной года, уже почти пять лет, все вот эти вот пять лет у нас были практически сфокусированы на клиенте, то есть на предпринимателе, да. То есть мы все это время делали какие-то, то есть развивали продукты, делали новые обновления, делали какие-то новые фишки, то есть продукты и так далее. То есть все было сфокусировано конкретно на предпринимателе. Вот. И в версии 4.0 мы продолжим это делать в плане того, что у нас будет первый момент версии UDS 4.0 – это модульность платформы. То есть сейчас у нас, скажем так, монолит этой платформы, когда человек приходит, предприниматель приходит, платит 30 долларов, и вот он пользуется монолитом. То есть у него все инструменты, которые у нас на платформе есть, но не все предприниматели, далеко не все, пользуются всеми инструментами. Мы с вами понимаем, и есть предприниматель, которые приходят там ради одной, двух, трех функций. Поэтому стратегия четвертой версии – это сделать таким образом, чтобы вот эту платформу, монолит этой платформы разбить на модули. То есть, например, модуль для какого-то конкретного бизнеса, например, модуль для салонов красоты. Там одни, значит, инструменты. Модуль для, там, общепита, модуль для, там, еще какого-то бизнеса. Понятно, что можно какие-то инструменты добавлять, но будут прям готовые модули. Значит, это первый момент. Также будут модули под конкретную бизнес-задачу. Например, у предпринимателей есть задача оцифровать клиентскую базу. Все, модули по оцифровке клиентской базы. Есть задачи, значит, взаимодействия с клиентами. Все, вот модуль. Есть задачи, там, сертификатов. Есть задачи, там, не знаю, интернет-магазина. Тоже отдельный модуль. И вот это вот разбиение на модульную, на модуле нам позволит с вами увеличить средний чек. То есть, если сегодня наш средний чек клиента, он стремится к 30 долларам, потому что это 30 долларов, и мы только продаем софт, то с модульной системой мы в любом случае будем увеличивать средний чек, потому что, значит, вот эти модули вкупе, они будут стоить точно больше, чем 30 долларов, которые там есть сегодня. Значит, вот такая вот история. Это первый момент. Это UDS 4.0. Значит, работа с предпринимателями. И со второй стороны, кастомеры, да, пользователя в четвертой генерации продукта мы начинаем фокусироваться еще и на кастомерах. То есть, мы делаем большой акцент на пользователях приложения. Почему? Потому что, то есть, ну, наша задача будет, первое, это переработать приложение таким образом, чтобы любой абсолютно пользователь приложения мог разобраться в нем без посторонней помощи. То есть, если бы, например, он где-то увидел это приложение, в какой-то рекламе еще где-то, то есть, неважно, он мог бы скачать и сам разобраться, для чего нужно. Нам нужно выделить одно яркое УТП этого приложения. На самом деле, у нашего приложения есть одно очень яркое УТП. Это оффлайновый кэшбэк. То есть, я могу, значит, есть онлайновые кэшбэки, и их очень много различных приложений. Забейте там в App Store, и будет, знаю, просто куча, то есть, десятки приложений. А вот именно оффлайнового кэшбэка, такого прям хорошего, сильного игрока на сегодняшний день на реке нет. Это прям целая ниша. То есть, это говорит о том, что приложение кастомера, оно должно быть в каждом абсолютно телефоне, потому что, если я житель какого-то города, я в любом случае в своем городе найду заведения, в которых я могу экономить средства. То есть, могу делать рекомендации, либо я могу копить баллы и так далее. И вот в это УТП мы будем его перерабатывать и будем в него бить. Значит, и вторая итерация всей этой истории – это то, что мы в следующем году, в 21 году, мы начнем выделять бюджеты для того, чтобы, значит, набирать больше и больше пользователей. Будет это через инфлюенсеров или это еще будет каким-то другим образом, я не знаю, но мы хотели бы в два раза прирастить. То есть, например, у нас сейчас 11 миллионов пользователей есть на платформе, там, ну, за вот эти четыре там с лишним лет. Почему бы в следующем году не увеличиться в два раза? То есть, не довести эту цифру до 20 миллионов. То есть, 20 миллионов – это огромнейшая, огромнейшая просто аудитория. И эта вся история начинает превращаться в рекламный трафик. То есть, мы раньше все время продавали только софт. То есть, сейчас мы можем еще продавать рекламный трафик. И вот это на самом деле, ребята, это исторический момент. Почему? Потому что, вот, например, сейчас мы делаем акцию для наших клиентов. Мы говорим, что если вы в этом месяце в декабре оплатите годовую доинскую плату, то мы вам дадим бесплатно размещение на баннере в приложении в вашем городе на 7 дней. То есть, предприниматели вешают растяжки в городе, там, или билборд, а мы говорим, вот, повесь билборд в нашем приложении. Значит, и это все как бы в подарок, если человек делает, предприниматель делает оплату, что обонятную плату. Значит, и вот эта история, она очень хорошо работает, потому что у нас есть клиенты, которые нас мотивировали. Они даже имеют абонентскую плату годовую. Они сделали еще одну годовую абонентскую плату. Теперь, внимание, сейчас мы в тесте начинаем продавать вот этот баннер. То есть, мы сейчас вот только первые шаги, это пока вот тест гипотезы, мы уже начинаем продавать баннеры. И когда мы продаем рекламный баннер, то деньги распределяются компания, партнер сам, который чей-то клиент, и третий – это партнерская программа. Поэтому, если до вас в течение декабря долетит непонятная сумма вознаграждения, знайте, что это дополнительные деньги за трафик. И вот это, ребята, уже реальный исторический момент. Вот это исторический момент. То есть, у нас появляется, по сути, с одним и тем же продуктом, у нас появляется дополнительная возможность создавать, в общем, дополнительную стоимость. Вот, я надеюсь, вы это понимаете. Поэтому я и говорил про автобонус, то, что автобонус – это история, где мы выделяли бюджет для популяризации бренда. Вот. Ну и как бы вот все вот это вот, все вместе пришло к тому, что сейчас лучше все-таки этот бюджет включить бонус абонентской платы, потому что он классный, и вот этот бюджет использовать по-другому, использовать более эффективно там, где мы можем замерить наши роме, это маркетинговые инвестиции. Мы можем понимать, сколько к нам действительно пришло клиентов, там, лидов или скачиваний, да, значит, за конкретные деньги. Вот. Значит, версия 24.0. Значит, и вся эта история, понятно, что мы будем о ней говорить на итогах. Так. А, подождите, у меня еще тут есть еще. Так. Да, и давайте еще раз я хочу напомнить про нашу акцию. У нас есть акция, которая будет работать в декабре. Значит, кто еще раз ее не слышал, пожалуйста, ее услышите. То есть все клиенты, которые продлевают абонентскую клиент, которые продлевают абонентскую плату на год в течение декабря, можно и на лайте оплатить годовой абонентскую плату. Она стоит там 300 долларов. Те же самые деньги. И на тарифе PRO тоже годовая абонентская плата. То есть там оффер в том, что человек оплачивает абонентскую плату 10 месяцев и 2 месяца в подарок. Вот. То есть на год вперед оплачивает абонентскую плату. То вот этим клиентам мы дарим в подарок размещение на баннере внутри приложения. Поэтому если вы еще каким-то образом об этом не слышали или если ваши клиенты не слышали, пожалуйста, донесите вашим клиентам, что вот есть такой оффер, есть такое интересное предложение. Почему? Потому что оно закончится, и потом уже баннеры мы будем продавать только за деньги. Сейчас есть возможность вот этот подарок просто получить. То есть ты, во-первых, экономишь 60 долларов, а во-вторых, у тебя еще в подарке есть баннер, который позволит тебе привлечь новый клиент. Ты можешь потестить эту историю для себя. Значит, и все это вот, вот это все мы будем говорить на итогах года. Мы будем об этом рассказывать. И еще раз, почему важно быть на этих итогах года. Ребята, важность заключается в том, что вы в любом случае потом сможете посмотреть информацию, которую мы там будем рассказывать. У нас не будет прямой трансляции, это точно. У нас мы потом выложим какие-то ролики спикеров. Будут выступать спикеры, технический директор, директор по развитию. Я буду выступать. И это будут просто выложенные ролики на YouTube, например, через неделю после мероприятия. И вы можете оттуда подчеркнуть информацию. Но что самое главное, вы не подчеркнете оттуда энергию, которая будет в зале. То есть мы с вами понимаем, что когда мы на мероприятии, это совсем другое восприятие, потому что вы не только слушаете ушами и видите глазами, вы еще воспринимаете другими частями тела, по-другому сенсорно. Вы воспринимаете вот эту энергию, в которой, по сути, рождается новая генерация. То есть рождается новое поколение продуктов. И мы вместе с вами это на своем личном опыте проживаем, потому что там будет рождение. Мы с вами приедем на рождение нового поколения и новой генерации продуктов. И мы с вами понимаем, что я уже, наверное, достаточно объяснил, что это действительно будет потрясающая история, которая в 21-й год будет очень крутой, потому что мы там будем добавлять новые интересные вещи. И будет большое количество скачиваний. И мы будем работать с трафиковой историей. Будем пока начинать это делать, трогать почву и так далее. И в идеале сделать такую историю, чтобы вы получали деньги не просто за софт, то, что пользуется клиент, но и то, что клиент там размещается и заказывает какие-то рекламные акции. Поэтому очень важно энергетически быть. И если вы хотите еще раз на весь год, итоги года – это мотивация вообще на весь год. То есть это, по сути, старт. То есть мы каждый год с итогов начинаем наш рабочий год. Поэтому если вы хотите быть в конве, вот в этом консексте, обязательно нужно там быть. И понятно, что не одному. Нужно быть со своими гостями, потому что те люди, которые приедут на ваши мероприятия, там очень высокая конверсия. Возьмите вашу конверсию, которая есть у вас по встречам, и просто знайте, что конверсия на итогах, без даже ваших разговоров, она будет в разы выше. Точно. Почему? Потому что там будет работать не вы один, а там будет в зале 2000 человек. И, по сути, 2000 человек будут закрывать сделку вашему клиенту. Почему? Потому что это огромнейшая энергетика, ребята. Вот. И это крайне важно. И это самый мощный инструмент бизнеса, который у нас есть вообще в принципе в компании GIS. Это мероприятие итоги года. Поэтому этим нужно пользоваться. Значит, ну что ж, у меня на этом все. Это вся информация. Мы на этом остановим запись. И, значит, те люди, которые были в записи, спасибо вам за то, что вы эту запись посмотрели. Вот. На этом все. А те ребята, которые пришли в онлайн, мы сейчас поотвечаем на... Я поотвечаю на вопросы. Я поотвечаю на вопросы.